Друзья, всем привет! Два месяца назад у нас на канале вышел подробный ролик про обновленную Lada Vesta. Тогда я взял обычный седан на механике и на его примере детально рассказал, что произошло с Vesta после перезапуска производства и перехода на антисанкционные российские и китайские компоненты. Также мы провели лосиный тест в сравнении со старой версией, чтобы понять, насколько критичным является отсутствие системы стабилизации. В итоге выводы оказались неутешительные. Если называть вещи своими именами, то Автоваз вывел на рынок сырую машину. Да, едет она вроде бы неплохо, но огорчает большим количеством мелких проблем и недоработок. Кстати, ссылка на тот ролик есть в описании. Обязательно посмотрите его, там много интересного, уже больше тысячи комментариев. И многие поделились своим не самым позитивным опытом эксплуатации. И вот, казалось бы, ну с такими вводными Vesta NG обречена. Но не тут-то было, как говорится, стерпится, слюбится. И сейчас она уверенно занимает второе место на нашем рынке. И с января и на момент текущей съемки продано больше 60 тысяч автомобилей. Причем выбор модификаций уже весьма широкий. Например, совсем скоро мы проведем сравнительный тест для версий с вариатором. А вот это самая стильная и самая дорогая Lada на сегодняшний день. Vesta Sportline в кузове Universal. Давайте разбираться, что она из себя представляет, как едет и вообще нужна ли она за свою цену. Но для начала вернемся к проблемам, о которых шла речь в предыдущем ролике с Vesta. Я не поленился, составил их список и отправил все это на Автоваз, чтобы завод дал свои комментарии. И сейчас я их дословно зачитаю. Итак, поехали. Проблема с китайским концевиком педали тормоза, он же выключатель стоп-сигналов. Не загораются стопы, машину из-за этого нельзя завести и так далее. Ответ. Было несколько итераций по доведению улучшения конструкции данной детали. Финальная версия внедрена в производство с июня 2024 года. Идем далее. Проблема с ключом и запуском. Есть только 40 секунд на то, чтобы завести двигатель с ключом в кармане. Затем нужно либо положить ключ в специальное место перед рычагом КПП, либо еще раз нажать кнопку «Открыть на ключе». Кроме того, если, к примеру, заглушить машину, то после этого ее в любом случае нельзя завести без повторной активации ключа. Ответ. Данная особенность не является дефектом. Эта логика заложена в автомобиль конструктивно. Что касается ситуации с остановом двигателя, то данная проблема устранена в ПО блока кузовной электроники. При останове есть возможность завести автомобиль без активации ключа. И сейчас уже от себя добавлю, вот на этой конкретной машине такой возможности нет. Ну, наверное, у нее старая прошивка. Зато хорошо, хоть если заглохнет, то мотор в любом случае можно завести сразу. Да, и, кстати, вы не задумывались, зачем вообще применяется такой неудобный алгоритм? Оказывается, дело в том, что на Vesti NG стоит упрощенный иммобилайзер, который не блокирует мозг двигателя. И такая настройка – это, скажем так, защита от угона. Следующая проблема – это китайские тормозные суппорты. Владельцы жалуются на стуки и скрип колодок. Ответ. По стуку суппортов мероприятия внедрены в производство с февраля 2024-го. По скрипу тормозных колодок вопрос находится в проработке. Далее. Проблема с передним стабилизатором поперечной устойчивости российского производства. Начинает стучать уже на небольшом пробеге. Ответ. Данный дефект необходимо смотреть на автомобиле. Возможно, произошел проворот резиновой втулки относительно штанги стабилизатора. В таком случае необходимо заменить дефектную деталь. В настоящий момент массовых проблем по данной детали нет. Следующая история. Странная работа стеклоочистителей. В положении покоя они установлены очень высоко, из-за чего их видно с водительского сидения. При взмахе и движении назад они уходят ниже нейтрального положения и возвращаются обратно. В чем смысл такой настройки? Можно ли изменить положение покоя на более низкое? Ответ. Такова специфика работы системы стеклоочистки. Положение изменить нельзя, но подобрано с учетом избегания контакта щеток с кузовными элементами и рамой ветрового стекла в процессе эксплуатации в различных режимах. Да, и кстати, как ни странно, на вот этом спортлайне трапеция как раз сделана нормально и описанной мной проблемы здесь нет, но, видимо, раз на раз не приходится. Далее. Проблема с китайско-российским генератором. Из-за неисправности регулятора напряжения пропадает зарядка. Ответ. Данная проблема была устранена с ноября 2023 года. Почему пропала возможность отключить переднюю пассажирскую подушку? На ее месте, на месте выключателя, теперь находится заглушка. Ответ. Функция была исключена в связи с дефицитом компонентов, возникшим вследствие санкций. Возврат в производство, конец 2024 года. Ну и, наконец, я задал вопрос, когда на Весту вернутся остальные опции. Это зеркала нового образца с электроскладыванием, ЕСП, климат-контроль, противотуманные фары, подогрев задних сидений и задний подлокотник, новые цвета кузова. И также, почему сейчас в продаже нет двухцветного салона, как на пресс-парковых машинах. Ответ. Опции планируется вернуть в конце 2024 года. Цветов кузова с июля в производстве уже 5. Идет работа над расширением гаммы. А по двухцветному салону идет подбор санкционно-устойчивых компонентов. О старте продаж сообщат дополнительно. В общем, ВАЗовцы так или иначе пытаются работать над ошибками. И, в принципе, как говорят те, кто, например, занимается дооснащением Вест-НГ, часть проблем действительно удалось исправить. Хотя до идеала, конечно, еще далеко, что понятно в том числе и по этой машине. Итак, спортлайн. Это, можно сказать, промежуточная ступенька между обычной Вестой и полноценной спорт-версией, которую обещают вернуть в производство только в следующем году. Подвеска, тормоза и обвес здесь, как у предыдущей Весты Спорт, а вот мотор от Гранты. Спорт, который в обновленном виде начали выпускать прошлой осенью. Расширенные передние крылья, как и раньше, пластиковые. Накладки на пороге по-прежнему топорщицы. Некоторые другие детали сделаны неаккуратно. В общем, если рассматривать вблизи, то спортлайн выглядит не очень опрятно. Но вот если отойти на несколько метров, то смотрится эта машина прям очень круто. Я считаю, абсолютно верным решением сделать не только седан, но и универсал, потому что этот тип кузова у нас уже давно распробовали. Плюс есть пакет Black, который включает черные диски, черные эмблемы сзади и антихром на передке. Правда, у этой тестовой машины какая-то сборная солянка. Вроде бы это Black, но диски здесь обычные. В общем, основное отличие по обвесу от предыдущего Спорта это передний бампер, у которого больше нет противотуманок. Хотя некоторые владельцы доустанавливают их самостоятельно. Причем в продаже можно найти даже оригинальные маски с отверстиями. Ну и, естественно, придется докупить сами туманки. А сейчас расскажу вам про еще одну задачку от Автоваза в стиле «сделай сам», о которой я узнал при подготовке к этой съемке. Оказывается, некоторое время назад у Вест были перебои с замком, запирающим лючок бензобака. Видимо, из-за того, что прежний поставщик фирмы Валио с Вазом больше не работает. Так что, если вам в кавычках повезло и у вас нет этой электрозадвижки, то ее нужно просто купить вместе с кронштейном где-нибудь на Авито, снять обшивку багажника и прикрутить. Благо, нужная проводка уже имеется. Но, опять же, как мне ответили на Автовазе, сейчас это устройство ставится на 100% автомобилей. Наш Спортлайн не исключение. Теперь по технике. Пружины здесь слегка укорочены на 15% жестче стока. Амортизаторы Demphe зажаты на 20%. А клиренс, по моим замерам, это 15,5 см. То есть на 1,5-2 см меньше, чем у обычной Весты. Колея спереди чуть расширена, а ступичные узлы и тормоза, как и раньше, взяты, по сути, из реношной номенклатуры. Разболтовка 5х114.3. Диаметр тормозного диска спереди 300 мм против 258 на обычной Весты. Ну и, само собой, здесь свои суппорты и свои поворотные кулаки. То есть по шасси никаких отличий от прежней полноценной спорт-версии, за исключением шин. Если раньше в Ладиспорт ставили, можно сказать, премиальные покрышки Continental Conti Sport Contact 5, то теперь здесь обычный Pirelli Centurata P7, а размерность та же 205 на 50 R17. Под капотом здесь мотор 1,6 на 118 сил против 106 у стока. И крутящий момент, считайте, такой же, 151 ньютон-метр против 148. И на всякий случай напомню, что у полноценной Весты спорт стоял двигатель 1,8 на 145 лошадей. Доработки здесь классические. Кто хотя бы раз задумывался о тюнинге своей Лады, их прекрасно знает. Это распредвалы с другим профилем кулачка. На впуске подъем клапана увеличен на 2 мм, на выпуске на 1,5. Также установлены более производительные форсунки. Забор воздуха и модуль воздушного фильтра от Весты спорт. Ресивер от вазовского мотора 1,8. Ну и, само собой, выпуск здесь тоже более свободный на трубе 51 диаметра. И это, опять же, хорошо знакомый тюнинг для многих вестоводов. Ну а коробка передач это стандартная вазовская 5-ступенчатая механика. Друзья, если сейчас вы выбираете себе новый автомобиль, например, ту же Весту или какого-нибудь китайца, то заходите на сайт автоспот.ру. Там собраны актуальные цены от большинства официальных дилеров из разных городов России. Находим нужную нам модель, далее выбираем комплектацию, кликаем на машину и тут же видим цену как за наличные, так и различные скидки с учетом кредита и трейдина. Выбираем лучшее предложение и оставляем заявку, после чего с вами свяжется менеджер. Ну а если автомобиль у вас уже есть, то через автоспот вы найдете лучшие цены на его обслуживание. Для этого выбираем вашу марку модели модификации, указываем номер ТО и после этого просто выбираем лучшую цену на карте и сразу же записываемся. Все ссылочки на автоспот есть в описании к этому ролику. Пользуйтесь с удовольствием и помните, что каждый ваш переход помогает нам снимать больше интересных видео. Если вы вдруг позабыли, как выглядит багажник Весты Универсала, то я вам напомню на примере вот этого Спорт Лайна. Под шторкой здесь те же 480 литров, что и у седана, но организован этот отсек гораздо-гораздо лучше. Ну, во-первых, сама шторочка, она так четко ходит по вот этим полозьям, это приятно. Ну и пожалуйста, вот здесь сбоку у вас полочка, наверху еще один отсек, а в подполье здесь расположены два вот таких органайзера, каждый из которых при желании можно вытащить и, например, помыть. Ну и, наконец, в самом низу нашлось еще и место для 17-дюймовой запаски на оригинальном литом диске. Ну а на второй ряд я сегодня садиться не буду, там вам все хорошо знакомо, поэтому давайте сразу за руль. Интерьер Спорт Лайна сделан в том же стиле, что и у прежней версии Спорт. Это значит, что от стоковой Весты он отличается в первую очередь вот этими спортивными сидениями с красными вставками под Алькантару. И надо сказать, что сидения эти достаточно удачные, у них такая ощутимая боковая поддержка, хороший профиль, есть механическая регулировка поясничной опоры, ну и, в общем-то, действительно, к посадке здесь минимум претензий. Также есть а-ля металлические накладки на педали, и вот они смотрятся довольно дешево. Плюс красная прострочка на руле, на рычаге КПП, ну и, конечно же, черный потолок. Кстати, когда я готовился к этому тесту, обнаружил и еще одну мне совсем приятную проблему. Оказывается, у Вест иногда меняют по гарантии подрулевые рычажки, то ли из-за того, что они глючат, туго ходят, ну а, может быть, совсем не работают. И пара неприятных моментов по вот этой конкретной машине. Во-первых, здесь плохо складывается ключ. Вот видите, я пытаюсь его сложить, но он все равно выпадает. Чтобы это нормально сделать, нужно прямо на основании жала надавить до щелчка. Не очень приятная история, сразу же снижается ощущение качества. И еще при работе кондиционера ты здесь постоянно слышишь какое-то шипение или шуршание из передней панели. Причем оно достаточно громкое, и ты его ощущаешь даже когда машина едет. И еще один момент. Если на вашей Вести есть кнопка подогрева руля, но сам подогрев не работает, это значит, что здесь в центральной секции руля, в так называемой улитке, у вас не хватает проводов для питания контроллера подогрева. Но в принципе, если вы обратитесь к народным умельцам, то они этот подогрев смогут вам подключить, откинув подушку безопасности. И они же смогут прошить вам и включить, например, круиз-контроль и лимитатор скорости, так как с завода эти функции стали появляться лишь недавно. Ну а в остальном это хорошо знакомая Vesta NG. Да, здесь нет многих привычных нам опций, но, как я уже говорил, завод обещает их вернуть. Зато есть вот этот достаточно крупный планшет со встроенным Яндекс.Навигатором. В принципе, достаточно удобный. Есть удачная цифровая приборка со множеством режимов. Сидеть удобно, три педали. Ну что, я думаю, пора ехать. Начинаем замеры с портлайна. Для универсала заявлено 11 секунд ровно. Кондиционер выключен, трекшена у нас нет. И поехали сразу побольше газа. Неплохой старт. 6900 здесь отсечка. И, по идее, сотню мы должны набрать по заявлению АвтоВАЗа на второй. 10,83. Сейчас придется чуть пристреляться к старту. Нет, чуть. Чуть потери оборотов. Надо побольше все-таки давать. И посмелее. О-о-о. 6900. Едем, 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 едем. 11,1. Нет, это, конечно, слабовато. Сейчас попробуем еще раз. Поехали. Еще попытка. Хороший старт. Попозже переключаюсь. Так. Смотрим. Длинные передачи. 10,65. Тяжеловато, тяжеловато этому моторчику. Колеса большие. Машина тяжелая. 10,38. Вуаля. И теперь замер эластичности. 80,120 на третий. С включенным кондиционером. То есть в обычном гражданском режиме. 78, прибор, газ, пол. И... Давай, спортлайн. Очень длинные передачи. Здесь третья. Чуть ли не до 150. 9,7. Еще попытка. И... 9,5. И теперь чисто для эксперимента. 80,120 на четвертой. Газ, пол. Ну и практически никакой реакции. Очень вяло машина набирает скорость. Время все идет, идет. 3000 оборотов. Тяги толком и не прибавилось. И... И... Бесконечные 18,9 секунды. Ну что, друзья, как вам такое? 2024 год, а Vesta Sportline с трудом проехала сотню быстрее самого обычного Solaris на автомате. И вообще у меня сейчас родилась мысль, а может быть сюда поставить какой-нибудь китайский турбомотор? Нет, ну а что, ставит же теперь на Vesta китайский вариатор. Вроде как на будущей Vesta Sport появится китайская механика. Так может быть мы уже наконец осчастливим эту машину нормальным бодрым мотором, у которого будет именно крутящий момент, а не моментик. Потому что первое, что я подумал, когда только-только сел за руль вот этого Sportline, а где, собственно, динамика? Нет, спасибо, конечно, что здесь удобно трогаться. Легенькое сцепление ничем не отличается от обычной стандартной Vesta. Плюс нет никакой дерготни на первой передаче, которая в свое время была у полноценной спортверсии со стоковой прошивкой. Но почему, черт возьми, эта машина толком не разгоняется? Ну окей, кто-то скажет, что основная идея Sportline это в первую очередь доработанная подвеска, красивый обвес и лишь потом просто слегка форсированный мотор. Вот только в большинстве ситуаций ты оказываешься даже медленнее обычной Vesta, потому что низов и середины у этого мотора практически нет, что и доказывают наши замеры. 80-120 на третьей и на четвертой передачах обычная Vesta едет быстрее, чем вот этот Sportline. Поэтому регулярно возникают ситуации, когда запаса под педалью не хватает. Ну например, ты выезжаешь с какой-нибудь развязки или просто едешь в потоке на тахометре скажем 3000 или даже 3500, ты хочешь ускориться, продавливаешь газ и такое ощущение, что вообще ничего не происходит. Эластичности нет, так что если нужно ехать, переключаемся как можно ниже, благо в передаче по традиции для Vesta попадаешь безошибочно. Правда, судя по всему, опоры силового агрегата тут стандартные, так что когда ты нажимаешь и сбрасываешь газ, рычаг КПП немного ходит вперед-назад, что особенно заметно на четвертой. В принципе, эта проблема знакома практически всем Vesta-водам, многие решают ее установкой усиленных опор, но согласитесь, что для Sportline этим могли бы озаботиться уже с завода. В итоге хоть какая-то жизнь здесь начинается примерно с 4500, а дальше вас ждет бесконечный путь к отсечке, которая здесь сдвинута с 6200 до 6900. Но опять же, что значит жизнь? Да, мотор ревет своим распущенным выпуском, как на каком-нибудь спорткаре, но в итоге Sportline набирает сотню за 10,4 секунды, и то, если постараться. А в большинстве простых ежедневных ситуаций, если не выкручивать мотор в звон, то ты с трудом успеваешь за потоком. Я, например, сегодня никак не могу угнаться за обычным Tiguan 1.4 нашего оператора, и это во время съемки, когда камера-кар старается делать все более или менее плавно. Да, кстати, и не подумайте, что я сейчас как-то специально хочу потопить и уничтожить Vesta Sportline, ищу какие-то мелкие придирки, нагнетаю негатив. Отнюдь. Просто цена у этой машины уже совсем не маленькая, поэтому и спрос с нее соответствующий. Ну и к тому же, если вы все-таки умудрились разогнаться, то такая Vesta может дать вам немало положительных эмоций. Начнем с того, что тут вполне неплохие тормоза, причем мне особенно нравится ощущение мощного первого прихвата. То есть ты только чуть придавил педаль, машина сразу же эффективно замедляется, и ты можешь точно регулировать интенсивность этого замедления. Ну а что касается шасси и управляемости, то это действительно главная фишка Sportline, и нам, кстати, досталась машина с удачным электроусилителем. Ведь сколько раз такое было? Ты берешь на тест очередную Vesta, а у нее как-то неприятно зажат ноль, руль зависает в маленьком угле и толком не возвращается из него в нейтральное положение. Но здесь с этим все хорошо. Уж не знаю, проводит ли в Ladi Sport какой-то отбор компонентов, или нам просто повезло. В общем, здесь ты хорошо чувствуешь машину даже при обычном перестроении. Плюс есть достаточно бодрые реакции, то есть Vesta ощущается отзывчивой и собранной, хотя мне все-таки показалось, что точность слегка смазалась. То ли от того, что вот эту спортовскую подвеску поставили на более тяжелый универсал, то ли еще по какой-то причине. В общем, здесь после первого движения рулем, спустя еще какое-то мгновение, машина как бы слегка доруливает задней осью. Но это уже такие совсем тонкие материи. В любом случае, то, что творит вот этот Sportline в поворотах, ну это прям круто. Ни один другой новый автомобиль за схожие деньги близко не даст вам подобных ощущений. Эта Vesta прям создана для бодрой езды по извилистым дорожкам. То, как она цепляется за траекторию передней осью, ну я уверен, что этому позавидует любой именитый хот-хэтч. А чтобы вызвать тут снос, это, я не знаю, надо просто без тормозов влететь в какой-нибудь 90-градусный вираж. В любой другой ситуации этот Sportline будет цепляться передком до последнего. И при этом на руле у вас всегда будет понятная обратная связь. Ну а самый кайф это то, как Vesta перекладывается в какой-нибудь быстрой связке. Влево, вправо, и ты чувствуешь, как задница пошла в легкий занос. Получается одновременно и увлекательно, и эффективно. Плюс на этой Vesta можно ехать и весьма эффектно, если, к примеру, машину спровоцировать. Под сброс газа она ставится очень понятна и предсказуемая. И также не забывайте, что примерно за 25 тысяч рублей сюда можно воткнуть и настоящую червячную блокировку. В общем, весело. Главное только, как я говорил, разогнаться. Потому что, например, сейчас во время съемки, чтобы сделать какие-то эффектные проезды на камеру, мне приходится уезжать далеко от поворота, чтобы банально успеть набрать приличную скорость. И не забывайте еще один момент. Из-за нестандартной рейки с меньшим выворотом радиус разворота здесь заметно больше, чем у обычной Vesta. И это тоже добавляет определенные неудобства при ежедневной эксплуатации. Зато, что касается плавности хода, то с ней все хорошо. Хорошо. Собственно, как и у прежней Vesta Sport, здесь удачный баланс между комфортом и энергоемкостью. Подвеска не собирает короткую волну и не заставляет машину лишний раз скакать. Здорово отрабатывает всевозможный рельеф. Плюс у нее остался вполне приличный ход. И в итоге ты можешь особо не обращать внимания на дорогу. Разве что нужно делать поправку на какие-то совсем глубокие ямы. Все-таки по сравнению со стандартной Vesta, шины здесь, можно сказать, низкопрофильные. Кроме того, если Sport напрягал такой басовитой бубнежкой выхлопа, особенно на крейсерской скорости, то у Sportline в этом плане проблем нет. Здесь шумка практически не отличается от стоковой Vesta. А вот теперь, друзья, мне нужно сделать выводы. И на самом деле это не так уж и просто. Если сравнить гражданскую Vesta в топовой комплектации, которую взяли за основу для Sportline, то доплата получается 365 тысяч для седана и 410 тысяч для универсала. Вы скажете, что это много, но на самом деле сюда ведь включены все доработки. Мотор, тормоза, подвеска, колеса, вот этот красивый обвес, а также изменения в салоне. А если вы, например, захотите поставить подвеску от Sport на свою обычную Vesta, то только пружина и амортизатор вам обойдутся в почти 80 тысяч рублей. И вот с этой точки зрения предложение вроде бы не такое уж и плохое. Но вот итоговая цена Sportline получается абсолютно негуманной. Седан стоит 2 миллиона 176 тысяч, а вот такой универсал с пакетом Black почти 2 400. И вот тут, честно говоря, я даже не знаю, как это комментировать. Может быть, если вы покупаете эту машину по госпрограмме с хорошей скидкой, вот тогда, наверное, это интересно. А вот так, что называется, с улицы без каких-либо дисконтов, это Vesta вступает на самую опасную для себя территорию. Территорию вторичного рынка, где, как вы прекрасно понимаете, за 2,3-2,4 миллиона есть огромное количество автомобилей, в том числе и стильных, и интересных для водителя. И вот тут, друзья, каждый из вас должен сделать свой самостоятельный выбор. Правда, что-то мне подсказывает, что он будет далеко не в пользу Sportline. Но в любом случае расскажите об этом выборе в комментариях к данному ролику. А на этом сегодня будем заканчивать. Большое вам спасибо за просмотры. Также не забывайте подписываться на канал, друзья. И до встречи, как всегда, через неделю. Пока.